Программа темы на телеканале РУТВ продолжается. Я знаю, вы ждали этих гостей не меньше, чем я. В студии появились Регина Тодоренко, Влад Топалов и Майкл. Привет всем! Неожиданно Майкл. Майкл случайно пострадал. Между прочим, это эксклюзив, пусть и случайный. Голики, домой! В каком составе? Домой! В таком составе ребята интервью еще ни разу не давали, правда? Нет, не давали, нет, нет. Но знаешь, что ты брала как-то с собой Майкла на съемки. Как он вообще обычно себя ведет? Вообще он всегда жил с нами на съемках. Но, как видите, уже очень хочет домой за эти два года. Хочет домой. На самом деле, с первого дня его рождения, нет, с 15-го дня его рождения, он уже присутствовал на всех наших съемках, на всех моих работах. Я постоянно возила его с собой. У него была своя отдельная гримерка, своя такая комнатка детская, с пеленальным столиком, кроваткой, со всеми девайсами необходимыми для ребенка. И вот по сей день, видите, катается с нами. Но то, что ты с 15-го дня после родов работаешь, это я в курсе. Но расскажите, как вы находите время для малыша? Потому что сегодня вы, насколько я знаю, были в парке аттракционов, успели погулять утром. Да, да, успели снять гипс, успели погулять. А что за гипс? Да он вот недавно на гимнастике сломал руку. Ну, такое бытовое бывает. Спорт все-таки. Да, мы просто сами когда с Владом начали заниматься большим спортом, если можно так его назвать, ледниковым периодом, мы и ребенка привлекли тоже. Он начал заниматься гимнастикой, ему нравится, но и бывает в спорте травма. Без этого никак. А находим время на ребенка, скажем, как есть свободная минутка? Влад всегда вообще летит с любой встречи, с любого концерта домой побыстрее, лишь бы уложить, лишь бы накормить, лишь бы только вместе с ним проснуться. То есть Влад тебе помогает и кормит, и укладывает в паль? У меня был долгий период адаптации, наверное, так можно сказать. И в какой-то момент я почувствовала, что я могу быть полезным и что я нужен. Потому что, конечно, до трех лет, до пяти лет, у ребенка все равно, у любого мама приоритет. И это хорошо, это нормально, без каких-либо претензий. Я понимал, что первое время, что мне некуда втиснуться в их плотный график. И меня это не беспокоило, и я как-то так отстранялся. А в какой-то момент понял, что я уместен. И да, сейчас, когда есть время, я стараюсь с ним побольше его проводить. Я не могу сказать, что я очень эффективен. То есть я с ним либо дурачусь, либо смотрю на диване мультики. Иногда даже этого достаточно. Но да, в моем понимании интуитивно, что мое присутствие рядом с ним, это уже для него точно лучше, чем если бы я был там где-то еще. Однозначно. А кто больше времени проводит с ребенком? Все-таки Регина? Конечно. Ну, блин, мне кажется, я споровну. Нет? Нет? Ну, может быть, я хорошо. Пускай это буду я. А когда ты на съемках, то кто? Либо няня, либо бабушки, либо приезжают сестры, тети. Вот наши девочки, стилисты, визажисты с ними все время проводят время. Ну, то есть и такое тоже бывает. Продолжается программа «Тема». Влад, только что мы посмотрели на твой клип, а сейчас хочу обсудить вашу совместную песню «Часовые пояса». Я знаю, что это ты, Регина, уговорила Влада записать дуэт. Влад, почему сопротивлялся? Мне вообще в последнее время сложно уговорить что-либо записать, спеть. Регина, ну да, наверное. Я давно хотела, чтобы мы вместе спели. Но я, как мы только познакомились, я хотела, чтобы мы что-то спели вместе. Потому что мы дома-то вместе поем, по гитару. Влад играет, поет. Я ему подпеваю, что ты думаешь, что все это уже видели в Инстаграм. Очень часто мы выкладываем всякие разные видосы. Вот, и мне очень хотелось, чтобы мы все-таки спели какую-то нашу песню, которая имеет отношение к нашей жизни. И, наконец-то, она появилась благодаря Владу. Ну, не благодаря мне, благодаря Нине Пономаревой, благодаря Даше Кузнецовой, благодаря Диме Агафонову и Антону Парамонову. И всем передаем привет! Да, да, много людей наработали над песней. Классная, хорошая, теплая, добрая. Последнее время для меня очень стало важным. Я не знаю, почему, может, это связано с возрастом, с чем-то еще. Мне важно, чтобы мне не было стыдно за то, что я делаю. И вот эту песню, я буквально недавно ее слышал. Где-то в одной компании ее включили. Типа, ха! Ну, типа, ха! Все, как ты делаешь. И я, в смысле, засмущался, и она заиграла. Я ее с огромным удовольствием дослушал до конца. Она прям вот за нее не стыдно. Вообще. Она классная. Там очень хороший текст, интересная аранжировка, хорошая мелодия. Ну, давай, не будем скромными. Мы хорошо ее спели. Очень хорошо. Она вот за нее прям вот вообще не стыдно. Это здорово. Спасибо всем, кто над ней работал. Да, и круто, что мы получили такой колоссальный фидбэк. Мне начали присылать такое количество разных видео. Она уже, эта песня стала гимном любви. Гимном любви, да. Песней на свадьбах. Первый танец под нее танцует. И мне так приятно. Я не знаю, как тебе, но я прям кайфую. Смотрю эти видео, думаю, господи, как же это круто. Боже мой, люди соединяются под нашу песню. Это так трепетно и трогательно. Слезы наворачиваются сто процентов. Когда ждать клип? Собираетесь ли вы его снимать? Мы хотели бы снять в ноябре, но не успели из-за того, что у Регины проект «Ледниковый период». А у тебя как будто нет. У меня уже нет, конечно. Только закончился у тебя. Ну да. Поэтому просто физически не успели. Я думаю, что мы снимем его либо после Нового года сразу, в январе, на отдыхе, кстати, можно. Либо после нашего прилета. Я очень надеюсь, что это все-таки будет на отдыхе. Отдых в рамках работы, работа в рамках отдыха. Ты любишь это? Ну, мы его так всегда делаем. Я когда-то по-другому даже не умею. Если куда-то еду, я обязательно что-нибудь там сниму, или что-нибудь там как-нибудь поработали, с какими-нибудь познакомились на будущее какие-то проекты. Как-то так всегда выходит. Регин, а не планируешь активно заняться своей сольной карьерой? Или все-таки работать телеведущей перевешивает? Ой, нет, мне нравится моя сольная карьера в сфере телевидения. Я, в принципе, очень люблю телевидение и уже привыкла так к этому. Если только Владислав Михайлович меня не утянет в музыку снова. А может, и утянет. Владислав Михайлович. Ну, он всегда боится, говорит, что я не хочу, чтобы мы с тобой были этой парой, которая вот так вот поет допотопную шансоновую музыку вдвоем. У меня есть, да, у меня есть такой страх превратиться вот в эту вот вечно поющую, вечно вместе пару, знаете. Но это, да, вот это вызывает вот такое, эти пары вызывают вот так. При том, что все потрясают. Я никого не хочу обидеть, я не буду называть им, естественно, имен, фамилий. Все, 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 все нам очень нравится. Но вот это вот ощущение, что вот вечно вместе, вечно поющие вещи, оно вот, ну, вот мне это просто не нравится. Этот стереотип, это субъективная точка зрения. Мы наверняка миллионы людей в нашей стране к такому относятся положительно. Я лично, вот меня это немножко смущает. Это просто, знаете, какой-то вот один борщ просто. И семья, и поют, и танцуют, и все в одном. Как-то хочется немножечко вот это чуть-чуть, чтобы гарнир отдельно. Вот у меня, собственно говоря, поэтому я и песню-то не хотел делать очень долго, потому что вот не хотелось, чтобы это было вот это, ну, понятно. Сейчас, наверное, будут петь вместе, сейчас будет клип, сейчас все понятно. Она меня когда тащила со ведущим к себе в программу, я упирался вот-вот как, вот так вот. Продолжается программа темы. Друзья, заходите в инстаграм-аккаунт телеканала РУ-ТВ, там уже появилась фотография моя, Регина Тудоренко и Влада Топалова, которые сегодня у нас в гостях. И под этой фотографией вы можете оставлять вопросы для Влада и Регины, а самые интересные я в конце сегодняшнего интервью озвучу и попрошу честно ответить наших сегодняшних гостей. Мы подумаем об этом. Сейчас вы оба участвуете в очень известном ледовом шоу. Каково это, соревноваться со своим мужем, Регин? Ой, я бы сказала, что мы не соревнуемся, мы просто удвоили... Каково это выигрывать у своего мужа? Да перестань, мы удвоили наши шансы, на самом деле. Я вот всегда говорю, что неважно, кто победит, главное, чтобы ты был член нашей семьи. Это она так нежно скрывает свое превосходство. Послушайте, Регина феноменально катается, и она, я очень надеюсь и верю, что победит в этом проекте. Я, честно говоря, с самого начала трезво оценивал свои возможности и природные данные. Ну, во-первых, потому что он в последнем прыгнул в этот вагон, в этот поезд, и он за месяц научился тому. Я в последнем начал заниматься, действительно, но у меня как бы, у меня не было, ну, нет конкуренции для меня. Если она может выиграть, она точно должна выиграть, потому что мне выиграть неловко и неудобно. В любом случае, женщина должна выиграть. Поэтому я глобально признаю, что она лучше катается с гордостью, и буду рад, если она выиграет. Поэтому вообще, вообще класс. Вообще. В номерах Влада частенько бывают страстные поцелуйчики с партнерами. Стоп, стоп, два раза. Я готов на это. Два раза всего. Два раза. Два раза. Как вы на это реагируете? У всех сложилось впечатление какое-то, да, что вот вы всем целуетесь. Я думаю, блин, где мы с вами все время? Может, мы правда с вами целуемся? Два раза. И то так. Ну да, 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 было, да. Что за ажиотаж? Ужас, ужас. Я в шоке вообще. Регина, ты как вообще реагируешь на такое? Я не знала. Я не умею целоваться. Я в истерике. Я в истерике. Я в слезах плакала. Но нет, мы сразу пришли друг к другу и сказали, это театр, это театральная жизнь, это актерское мастерство, это шоу, где без таких украшений, такого рода украшений, возможно, не будет полноценным номер. Вот, собственно говоря, и все. Это как в театре. Просто я не умею кататься, приходилось прятаться все за какими-то поцелами. А я все смеялась, говорю, я целоваться не буду. Просто после последнего своего поцелуя в театре, когда я играла в пьесе, в этом спектакле, я вышла замуж. Такие поцелочки древаты, на самом деле. Ну вот, видите, счастье привалило ко мне такое. Я противораз, как вылаз. Я понял, я понял, понял, понял. Ой, тебе красные ноты. Регин, в крайнем твоем выступлении тоже случился поцелуй. Ты решила отомстить? Да, конечно. Да нет, просто это для полноценности, наверное, картинки все-таки. То есть никакой ревности нет. Взаимопонимание и профессионализм. Да, ну слушайте, это так. Мне так жалко людей, которые действительно пытаются вот в инстаграме, в комментариях, вот эти вот жутко странные комментарии про то, что ты ревнуешь, как же, ой, что ты делаешь, Орегина, я бы задумалась, или Влад, я бы на месте Влада. Нет, гадостей пишут много. В общем, мне вот жалко очень вот этих вот всех людей, которые пишут гадости, потому что они настолько не могут нас зацепить, это настолько как-то смешно. Ну и так. Просто интересно, что люди считают, что вот те герои, которых мы играем, это и есть мы. На самом деле нет. Это герои, которых мы играем. Мы там в наших номерах кого-то убиваем, мы в наших номерах кого-то любим, кто-то умирает, кого-то воскрешаем, наоборот. То есть это не то, что происходило с нами в жизни, это не наша жизнь, это театр, да, это театрализованное шоу, и круто, что у нас есть возможность попробовать такое. Почему мы разговариваем о хейтерах? Так, давайте про вас. Как абстрагироваться, как вот от таких комментариев, чтобы вообще не обращать на них внимания и даже не говорить? Закрыть комментарии. Все, и ты отстранился от всего. Знаете, я абстрагировался с следующим образом, я просто их не читаю. Вообще никогда. Вот у этого человека есть такая особенность, а она может до 4 утра. Да, нет, я просто ищу что-то хорошее. Да, да, потому что когда что-то хорошее, вот интересно в психологии читать, когда что-то хорошее, мы это пролистываем. Когда что-то плохое, плохое, так почему? Ну, на хорошее мы не реагируем, на плохое реагируем. Я просто не читаю, в принципе. Мне, мне, ну, мне кажется, что мне это не очень нужно. Это для меня лишняя информация. Потому что очень много вот этих вот людей, по-коротому ты сказала, и они для меня просто между нами пропасть. И мне просто, я даже не знаю, зачем, зачем мне читать это. Вот. Продолжается программа «Тема», и мы сегодня в начале интервью уже выяснили, что Регина на 15-й день после декрета ты вышла на работу. Откуда такая информация? Я ровно помню, потому что на 15-й день рождения Майкла, на 15-й день рождения, на 15-й день вообще его существования в этом мире, мы с тобой снимались в ролике про старение, помнишь? А-а-а, ну да, да. Я запомнила это, потому что она впервые тогда побывала на съемках с моей мамой, с папой. Да-да-да. Дедушка был, там его кормили, поили. Все вспомнил, да. Заядлая карьеристка, что я тебе могу еще сказать? Скажи, у тебя бывает такое, что хочется выключить телефон и на неделю просто пропасть от всего мира, и вот ты берешь для себя такие тайм-ауты какие-то? Ну, не отключаю телефон, но такие дни бывают, когда я просто вот мама, я просто жена, я не Регина Тодоренко из телевизора, я не телеведущая, не девица, нет. Я просто вот человек, который идет там с ребенком в парк, меняет ему подкузники, которые готовят вкусный ужин. Просто вот обычную бытовую какую-то работу по дому выполняю, заказываю свечи, еду с фермой. Какие свечи? Домой. Какие свечи? Ректальные! Нам, Таня, после 30 не нужны? Какие свечи ты заказываешь? Ужас какой! Каковы иметь такую активную женщину, которой свечи заказываешь? Скажи мне, пожалуйста. Не те, что нужно. Ой, я могу с уверенностью сказать, что это моя самая большая удача в жизни. Регина Петровна, конечно, это мой самый большой подарок. Она фантастический человек, потрясающий друг, партнер, жена, мать феноменальная. Я на нее порой смотрю и просто вот с глубочайшим уважением, с глубочайшим уважением и благодарностью к ней, потому что она умеет всех окутать своим вниманием, своей любовью. Ну, меня чуть меньше, конечно, последние два года. Ну, вот, но все равно она очень классная. Нет, серьезно, это на камеру, потому что это честно, это правда. У нее, безусловно, как у нас у всех, есть свои какие-то... Большие тараканы. Свои тараканы, есть свои недостатки. Но глобально я вот среди своих друзей, среди своих знакомых я не встречал такой жены, такой мамы феноменальной. Ну, просто все мы индивидуальны. Кому-то нравится такой образ жизни, кому-то другой. И вот мы приспосабливаемся. Мы даже недавно задались таким вопросом, а вот как существуют вообще такие пары, где оба активных работающих родителя? Где оба активных нормально сейчас сейчас существуют. Папа Франциск сказал, что все хорошо. Влад, скажи мне, пожалуйста, как ты относишься к тому, что Регина говорит в интервью, все свои заработанные деньги вкладывает в новые проекты, не тратит особо на одежду, насколько я знаю. Правда это? Нет, и мы все сдаем обратно. Мы заберем одежду и сдаем обратно. Не рассказывай все секреты телевидения, подожди. На самом деле, правда, я практически не нуждаюсь в одежде. Я все время хожу в спортивных костюмах. Да, есть такой момент, есть такой момент. Ты как относишься к тому, что Регина зарабатывает и вкладывает сразу в проекты? Как экономно хорошо. Я отношусь к этому положительно. А куда еще она должна вкладывать? Куда еще и вкладывать? В себя или в проект, если она хочет? Ну, конечно, это и... Ну, как у Рокфельдера, ты мне, по-моему, говорил. Слава богу, что мне не приходится часто вкладывать в ее проекты. Это тоже, в принципе, комфорт. Поэтому она еще одна причина, по которой она мне нравится. Бэр! Про распределение бюджета. Нет, он просто скромничает. На самом деле, он вкладывает в семью. Я вкладываю в свои проекты, да, как мудрая женщина, а Влад в семью. А Влад как не очень мудрый вкладывает в семью. Все правильно, так и должно быть. Регина деньги — это Регина деньги, а Влада деньги — это ваше общее. Программа «Тема» на телеканале РУ-ТВ продолжается. Мы снова в эфире. Ребят, у вас огромное количество поклонников, которые наблюдают за вашей жизнью и берут с вас пример, в том числе и по части отношений. Сейчас мы будем узнавать у вас все секреты, как построить такой же красивый и гармоничный союз. Знаю, что у вас есть некоторые семейные ритуалы. Например, завтраки. Вы завтракаете вместе, это правда? С недавних пор. Мы завтракаем не только вместе, мы завтракаем иногда в гостиницах. Мы очень любим эту традицию. Почему Влад такое лицо? Что ты слышишь на меня? Я просто пытаюсь... Ладно, это я с другим мужем завтракаю, да. Я просто пытаюсь понять, когда мы... Ну... Все, молчу. Да, да, соглашусь, соглашусь. У вас все не сходятся версии почему-то. Нет, у меня есть одна проблема. Я просто как только, когда проснулся, я не могу сразу кушать. У Регины может как... У меня другая проблема, я могу есть всегда. Да, но она привыкла в любое время суток. У меня так организм настроен, что мне нужен час-полтора, чтобы чуть вот разогнаться. А Майкл тоже кушает сразу. Поскольку они встают в 8 утра, я не могу физически. То есть мне приходится с ними сидеть, что в удовольствие. Но я не ем, и я еще сонный, а они уже вовсю. То есть мы не всегда совпадаем. Но бывает так, что я встаю пораньше, и мы едем в отель, и все завтракаем вместе. Английский завтрак. О, да. Бекон, яйца. Да, бобы. Тосты, хашбрауны. Все, это ужас. Так, давайте не про еду. Подождите, а завтракаете вы вдвоем или с Майклом? Вдвоем, либо втроем. Как получается? Как хочется. Вообще очень хочется часто провести время вместе, но зачастую это в машине. Просто мы едем и болтаем куда-то в пробке. Ну да. В последнее время так. Но мы очень надеемся, что у нас предстоит все-таки случиться наш отдых. И мы отправимся туда вдвоем хотя бы на две недели. Вдвоем мы не отправимся, мы отправимся во втроем. Да. Ну а потом я еще сегодня тебя, может быть, порадую. Может плохо, мы вдвоем куда-то еще полетим. Вот что точно, чего точно не хватает, так это времени вдвоем. Да, это вообще ужас. Точно. И даже не потому, что мы такие си-си-си-си влюблены. Нет. Есть жажда общения. Потому что... умным человеком мне просто пообщаться тоже с кем-то тоже неплохо у нас получается это в машине да перестал что какие еще у вас есть семейные ритуалы может быть почему вы не создадите ритуал для двоих для вас допустим один час перед сном когда майкл уже спит вы вдвоем разговаривать потому что выслан михалыч ложится спать вот одновременно укладывается майкл пока я еще укладываясь всему всю пока еще и думать голову отмывать макияж отдирать эти накладные ресницы ну потому что я встаю рано и да и не хочу спать но мы ходим в рестораны так это не полгода у нас есть свидание продолжается программа тема обещала задать вопрос о свиданиях конечно же зритель не как я могу вам отказать задаю влад когда последний раз устраивал свидание для регины где и какое честно да я не помню это ты мне устроен это ты мне устроен нет я не могу на камеру собрать нет никого ты меня повез ресторан вкусно поели на камеру не но это же не сюда и как бы просто не поедание в смысле не но а нет если это считается тогда вот недавно да тогда недавно какая хорошая жена она мне прям заранее так такого числа ничего не планируешь с такого-то времени я так окей она мне говорит что я пытаюсь узнать у наших там друзей помощников календарях ничего никакой информации нету потом выясняется что мы идем в театр на новый спектакль вам хат мужья и жены да называется очень хороший спектакль но понравился на потом мы идем в ресторан потом мы гуляли идем на экскурсию в общем насыщенный гуку кстати очень любим экскурсии да по москве это так круто это так интересно очень интересно от меня привлёк к этому есть хороший экскурсоводы в москве который рассказывает историю причем абсолютно разных зданий можно походить погулять можно взять экскурсии какого-то определенного писателя автора соглашу очень круто вот мы любим такие вообще в принципе теме научное кино засесть там нетфликс найти какие-то фильмы про космос и про детей глад а у регины получается сделать сюрпризы такие которые тебе искренне понравятся и они будут тебе интересны не чувствует а регина абсолютно точно может сделать мне приятный сюрприз но он редко связан с подарками вот например я например вот 23 февраля отличный пример регина петрова 20 февраля игру мне правда очень нужны носки правда вот хочешь купи носки что я получаю одну пару носков и 30 пар трусов обещала что буду читать вопросы от нашего телезрителей регина влад я готова приступить вы готовы отвечать нет почему нет я честно больше не готов ладно мы готовы в ладно придется есть вопрос для тебя который действительно трогает сердце тоже мне так от меня наверное самый большой подвиг сделанный ради регины самый большой подвиг сделанный ради регины я думаю что это совместные роды и чтение ей аффирмации на в студии запись он родил сына для меня совместные роды да может быть может быть если подумать что ты чувствует голову но для меня вот это был самый большой это прям подвиг в мире нынешнего воспитания нынешних мужчин это я считаю все-таки это очень достойный крутой поступок да да я сейчас я сейчас не считаю это подвигом совместность делать еще раз но на тот момент для меня это было прям то есть ну вот я бы никогда бы в жизни если бы не кто-то сказал что я буду присутствовать на родах своей жены и она еще меня заставит это делать и читать аффирмации я сейчас не буду но там надо было таким голосом она ходила на на курс на специальные и там ей сказали что шушь меня крут со всеми суток пусть тебе муж запишет мне надо было таким голосом во время схваток да ты вот это я пытался найти студию где-то можно сделать слава богу у меня в одной студии никого не я попросил 100 товарищей пожалуйста пиши вы только не смейте надо мне проскали а там просто все женские органы описаны это реально геройский поступок еще один вопрос какой способностью вы бы хотели обладать я хочу перемещаться во времени и и обладать всей информацией да во времени или в пространстве в пространстве и во времени да да а почему бессмертие просто не хочу умирать очень а так он будет путешествовать во время что они с регины будешь у нее то другая способность я могу перемещаться во время у нас в гостях были регина тодоренко влад топалов ребят спасибо вам за классное интервью вы такие добрые открытые честные приходите еще ждем вас премьеры клипа часовые пояса надеемся что вы его снимите скоренько скоренько к весне уже будет покорять все топ-чарты хит-парад спасибо большое спасибо всем спасибо до новых встреч